вот такой красавец сом лежит на нашем блюде только он в тесте и с клучком и морковочкой будет очень вкусно готовим тесто для нашего пирога берем пол стакана теплой воды чайную ложечку дрожжей и сахара тоже чайную ложечку добавим немного соли и 3 столовые ложки растительного масла и добавляем муку 300 грамм муки или два с половиной стакана и замешиваем тесто тесто мы вынесли сейчас мы его положим на отлежку чтобы она поднималась а тем временем займемся начинкой для наших пирога и сома теперь мы порежем на полоски такие тоненькие кусочки с брюшка нам тоже нужно мясо она жирненькая рыбку мы подготовили теперь мы ее сейчас чуть-чуть посолим немножечко чуть-чуть посолим и чуть-чуть перчика так мы присыпали мукой и сейчас мы раскатаем наше тесто не очень тонким слоем примерно сантиметра два сделаем мы его овалом потому что мы сформируем его как рыбку рыбный пирог будет как рыбка теперь мы это тесто накручиваем на скалку и выкладываем на бумагу прямо вот так бумагу у нас заселим круглый противень и мы выложим сюда начинку еще для начинки мы нарезали мелко одну небольшую луковицу и натерли на терке одну морковку и обжарили на растительном масле теперь берем нашу рыбку и выкладываем сверху теперь подрезаем тесто теперь подрезаем тесто Продолжение следует... Теперь делаем из этого всего рыбку. Закрываем вот так. Это у нас будет голова. И дальше мы так вот, переплетая, закрываем нашу начинку. Закрываем вот так. Вот наша рыба. Рыбка почти готова. Теперь хвостик. Подрезаем хвостик. Минут на 10 оставим постоять, чтобы тесто немножечко расправилось. Теперь смазываем рыбку яйцом. Греем духовку до 180 градусов и ставим на 35 минут. Вот наш пирог. Он вышел только что из печки. И сейчас он будет отдыхать. Мы переложили наш пирог на блюдо. И будем ждать, пока он остынет. Пирог очень красивый и вкусный. Пеките пирог с сомом или с любой другой рыбой и наслаждайтесь вкусной, полезной едой. И солнышко его осветило. Пирог. Пирог.